Всем привет! Сегодня 3 июня. Я вчера весь день не выкладывала видео, а сегодня я вас балую, и это уже четвертое видео за день. Я ждала, что завтра приедет Настя. Уже перцы собирались варить. Вот, видите, Костя уже мне помог, вычистил их изнутри. И тут звонит Настя и говорит, что Катя попросила меня побыть с ней до того, как закончатся экзамены. Я говорю, ну побудь, конечно, ей же тяжело, у неё там сейчас и нервничает она, и одно ей плохо. Настя говорит, ну хорошо, я тогда останусь, и перцы мне придется всё равно делать. Прежде чем начну сегодняшний влог, хочу сразу прояснить некоторые моменты с предыдущих влогов. Например, тот момент, когда я говорила Даше с её подружкой, просила их не шуметь ночью. Это было сказано не потому, что я не обращалась к Дашиной маме, я обращалась. Это было сказано потому, что они два дня перед этим так делали, и когда я уже две ночи не выспалась, я решила уже обратиться непосредственно к ним. И второй момент, это то, что некоторые нас смотрят, может быть, первый раз какое-то видео, и пишут мне, почему Алиса так боится свою бабушку. И они просто не знают о том, что мы недавно водили Алису к врачам, врачи её испугали, и после этого она начала просто бояться чужих людей. Но Алисе ещё нет двух лет, и я думаю, она это, конечно же, перерастёт. То есть мы сейчас стараемся особо чужих людей к ней не водить, чтобы она просто забыла про эти свои страхи. Но так получилось, что мы поехали к Костиной маме, она давно её не видела и тоже начала бояться. Я думаю, что, конечно же, плохо, когда у ребёнка возникает какой-то страх, но это не делает её какой-то там ненормальной, как некоторые маленькие дети пишут. Опять-таки, ей всего лишь один год и десять месяцев. Поэтому успокойтесь, у всех детей бывал какой-то период, когда они кого-то боялись. Например, даже вот Костина племянница, Лили, она боялась Костю. И ему очень долгое время не разрешали к ней заходить. Ну, вернее, не то, что не разрешали, он даже специально не приезжал, в ту комнату не заходил, ребёнка к нему не выводили, не выносили, чтобы она перестала его бояться. То есть у всех детей бывает такой период, у малюсеньких, когда они начинают понимать, что чужие люди могут причинить им какую-то... Ну, вот как врачи Алису обидели, то есть это у неё инстинкт самосохранения, она боится, что её будут обижать. Когда она подрастёт, и мы уже сможем ей объяснять, она будет с нами разговаривать, мы, конечно, ей сможем объяснить, что, допустим, эти люди тебя не обидят, да. А сейчас она не знает, чего и от кого ожидать. То есть мы её привели к одному врачу, он начал ей лезть в горло, там её слушать, ей этого не хочется, а врач к ней лезет. Привели к другому, он ей начал капать глаза, начал её держать, не давать ей встать. Её это всё пугает, конечно же, ребёнок не понимает, для чего это происходит. Отсюда и вот такой вот страх. Я думаю, ничего страшного в этом нет. И как родители мы предприняли, что должны были, мы свозили её к невропатологу, та сказала подавать ей сиропчик успокоительный, мы это делаем. То есть больше, я не знаю, какие ещё сейчас действия можно предпринять, чтобы она вот так не боялась. Я думаю, это надо перерасти. Ну, теперь давайте к сегодняшнему влогу. Сегодня у нас, как всегда, Лариса, она уже уложила Алиску, Алиска спит. И мы с Ларисой сейчас сидели, писали сценарий на вторую серию няни. Мы не будем раскрывать вам все козыри, но вроде нам нравится то, что мы придумали. Вторая серия должна, в принципе, тоже быть захватывающим, интересным. И вот, как говорится, хочется смотреть дальше. Ну, судя по сценарию, не знаю, как ещё получится сыграть. Вот в чём вопрос и с Алисой поработать. Там у Алисы такие есть моменты, где она должна ярко себя повести, либо засмеяться, либо как-то скинуть брови. Мы думаем, ловить эти моменты просто, может, поймаем какое-то выражение. Эмоцию, эмоцию на лице, и это не всегда легко с маленьким ребёнком, которому ты ещё не объяснишь, не расскажешь и не поставишь. Вот так, стой и всё, и стой. Я бы сказала, это всегда нелегко. Это вообще нелегко, да. Ну вот, Алиса предложила нам выпускать наш сериал по средам. То мы, наверное, так и сделаем. Завтра мы будем снимать серию, и послезавтра мы её опубликуем. Да, да. Я так думаю, мне надо ещё над монтажом посидеть. Потому что Лен, ну, мы не успеваем, это не всё так быстро не делается. Иногда на один день снимать. У Лены блоги, у Лены тоже много всего. Бывает, мы прошлую серию два дня снимали, это, ну, это нелегко. Да, ещё жалко очень сейчас. И я не актриса, там тоже надо же как-то, я, может быть, был бы у меня какой-то опыт, или была бы я более профессиональной. Тогда бы, может, и не было бы так классно. Знаешь, вот, когда куча хороших камер, когда профессиональные актёры, не всегда даже прикольно получается. Поэтому я, наоборот, рада, что у нас актёры непрофессиональные. То есть ты что-то вот говоришь, говоришь человеку, раз и резко начинаешь снимать. У человека получается. Да, естественно. Да, а пока тебе все камеры настроятся, там, где всё это серьёзно снимается, то там 300 раз перетрусишься уже как-то сыграть правильно, неправильно, эмоции какие-то ненастоящие получаются. Ну, не знаю, с опытом, по опыту. Даже когда мы снимали эту битву блогеров, да, с этими камерами, мы лучше промолчим. Да. Может. Да у неё что-то температура у мамы моей небольшая, 37,1, но чувствует она себя плохо. Спит малая, укрылась. Такая же рано, укрылась. Всё, мы поехали по делам. Давай, пока. Я беру с собой блокнот и ещё допишу немножко сценарий. Вышла на улицу и не нашла своего мужа с машиной. Привет, Костя. Привет. Я захожу в магазин за ту же самую сумму и удочку. Ну, конечно, ещё добавил и удочку. Как здоровье? Сырёга я хочу, чтобы... Более-менее. Ну да, потому что могут реально напарить. Ты пьёшь от кашля? Точно? Что-то так не уверенно. Ну, я попробовал разочек, а потом пропустил. Но у меня не только кашля, у меня штаны. Я проследился ей с носом. Ну и Дашка засопливила. Хозяев, ну я не знаю. Я, наверное, ну... Даша просто в маршруте, а я от всех вирусов не хватал. А Дашку что-то выхватил. Это ноги нам не ровно. Понятно. Привет, котяра. Я уже скажу вам, по брату и соскучилась. Он эти дни болеет и старается к нам не ходить, чтобы не заразить. А куда мы едем? На кучке. А потом что нам ещё надо? Я не знаю. Пока. Брат помог. Мясо купить. А, мясо надо купить на перчике. Ты послышишь, как обидно? Настя завтра не приезжает. Да. И кому я буду перчики делать? Ну, тебе, Ларисе, маме. Настюху отвезёшь, что ты четыре. А, да, маму твою угостим. А когда приезжают с моря, прилетают? Ну, вроде с шестого на седьмого ночью. Ага. То, может, к твоей маме ещё с Алисой поездим? Чтоб Алиса к ней привыкла, закрепилась. Ну, давай завтра. А что не сегодня? Что, кажется? Завтра с перчиками поедем. Так она всё равно там сама сидит, что не съездит. Мы рядом живём. Не понимаю. Ого, какая туча интересная, как с хвостом дракона. А это она слона. Ой, слон, реально вылитый слон. Блин, я не вижу. Туча. Моей фантазии не хватает. Это облако слонов. Да, да, похоже. Хватило, прикинь. Хватило, да. А справа – влево. А то я в другую сторону. Очень похоже на слона. Я уже как Алиса везде слона увижу. У неё любимый зверь – слон. Что тебе, Костя, рассказывал? На рыбалку зову. И что, ты хочешь на рыбалку? Ну, не то, что я маньяк рыбалки. Ну, там раз в две недельки бы посидел на природе. Нервишки от тебя успокоил. Спасибо. Конечно, что. И что, собираешься? Надо удочку купить. Надо с Серёгой сходить, чтобы он помог хорошую. Так, я ж-то поднапряглась уже. Лариса так не любит эту рыбалку. Ну, здрасте. Лариса сама на неё ходит иногда. Ну, она не любит, что Серёга каждый день туда бегает. Серёга вроде не каждый день туда бегает. Он на работе. Ну, хорошо, слишком часто. А что, после работы нельзя бегать на рыбалку, думаешь? Как раз таки очень даже можно. А вдруг ты тоже начнёшь. Какое-то у мужчин пристрастие бывает к выпивке, к рыбалке и к женщинам. Хоть от меня отдохнёшь. Ну, да, конечно. Я к тебе не устала. Ну, лучше к рыбалке, чем к выпивке. Или ты думаешь совмещать? Да нет, ты шёл. Лучше, конечно, к рыбалке, чем к выпивке. И чем к женщинам. Не, ну просто я ж не знаю, почему мужчин так с ума сводит эта рыбалка. Это ж ещё надо понять. А почему женщин так шапоголизм сводит? Да, не знаю. Это гораздо неприятнее, по-моему. Не, ну я не знаю, шапоголизм. Он, во-первых, наверное, не у всех. Это даже, наверное, зависит не от того, женщина ты или мужчина. А с рыбалкой тоже идём все. Ну, а вдруг? Вдруг ты помешаешься на рыбалке и забудешь и меня, и Лису. Ну, давай я тоже шапоголиком стану. А чё в крайности-то бросаться? Можно просто дома какой-то тебе спокойный денёк устраивать. Да не, я не против, на самом деле. Ты с мужиками где-то сходил вместе, наоборот, только за, чтобы у тебя появилась мужская компания. Мужские дни, может, действительно ты спокойнее станешь. А то одни женщины вокруг. Ну, что, прям все ревнировали. Ну, бывает. Раздражаешься по пустякам. Я вообще не люблю, когда ты раздражаешься. Так не раздражай. Поговорили. За разговорами не заметили, как доехали до почты. И сейчас пойдём забирать свои посылочки. На этот раз и вот для Кости пришла посылка, не только для меня. Наконец. Он заберёт своё, а я свои. Я, кстати, чехлы, наверное, буду смотреть сейчас. Посмотреть будешь? Ну, давай. Вдруг нам... Чехлы на машину нам пришли, представляете? Я уже цветные заказал, как было поняло. Вот у белых с чёрным? Ну, да. Вот моя посылка. А Костину сейчас вынесу. Я пока своё буду распаковывать. Костя, давай поиграем? Давай, давай. А? Нет, я хочу, чтобы ты угадал, что здесь. Не знаю. Ну, угадай. Смотри, как запаковали. Так прям тщательно. Ну, почти. Вытаскивай. Грабли. Да. Нам это не пригодится? Никаких поигр. В общем-то, пришла дешёвенькая и нужная вещичка для песочницы. Большая вот такая грабелька. Ты не порежи их, только смотри. Аккуратно. Вот такие Костя выбрал чехлы, видите? Кофейные с чёрным. И он говорит о том, что сегодня я говорил с одним человеком, который занимается чем? Салоном автомобиля. Ну, да, обшивка из салона. И он ему сказал, что это неправильно шьётся, потому что вот здесь где-то должны вылетать подушки безопасности в случае аварии, а здесь так прошивается, что они не вылетят. Вот. Что вообще, в принципе, неправильно такие чехлы надевать. Второе, что было в моей посылке, это вот такой цирковой конструктор. Вот они, по идее, держат равновесие. Вот от полутора лет идёт он, этот конструктор. И мне сама идея понравилась, того, что они качаются и вроде как друг у друга на головах сидят. Алисе должно понравиться. Она пирамидки всякие обожает. И сейчас распаковываю последний кулёчек. В нём два больших надувных меча, вот таких. Один поменьше с рыбками и один большой в виде арбуза. И мы приедем домой и их надуем.